Больше тысячи домов отремонтируют в регионе в этом году. Чтобы выполнить весь запланированный объем, обновить кровли, фасады и коммуникации, фонду капитального ремонта нужно больше денег. С нового года размер минимальных взносов за капремонт вырос на 10%. Жителям домов высотой до пяти этажей включительно придется платить по 6 рублей 28 копеек за квадратный метр. Для тех, кто проживает в домах высотой свыше пяти этажей, тариф составит 7 рублей 22 копейки. Таким образом сумма, собираемая фондом в год, увеличится на 400 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма для дополнительного ремонта, более качественного ремонта. Поэтому вот с точки зрения нашей, мне кажется, это объективность, что этот шаг, он минимально скажется на жителях, при том, что даст максимальный, что называется, перерост в качестве работы. К примеру, для собственника типовой двухкомнатной квартиры площадью от 50 до 60 квадратных метров ежемесячная плата за капремонт увеличится на 38 рублей. Повышение тарифа – меры вынужденные, говорят в региональном министерстве энергетики ЖКХ. Даже при корректировке размера взноса его величина остается ниже экономически обоснованного уровня, рассчитанного Центром по ценообразованию в строительстве. Сумма взноса в Самаре остается ниже общероссийской. Среднее значение по Российской Федерации составляет в целом 9 рублей 2 копейки. То есть мы видим, что по сравнению с Российской Федерацией минимальный размер взноса у нас по Самарской области, в принципе, скажем так, не самый большой размер у Российской Федерации. Платить подрядчикам за выполнение работы будут быстрее. С этого года деньги начнут переводить в течение шести месяцев, а не двенадцати, как раньше. Для этого региональное правительство направит в фонду капремонта порядка миллиарда рублей. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События.